МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, алтайских туристов до сих пор не вывезли с китайского острова Хайнань. Из-за долгов туроператора-перевозчику заложниками ситуации стали около 100 наших земляков. Ранее сообщалось, что соотечественники вернутся домой 14 декабря. Но авиакомпания по непонятным причинам не выполнила рейс до Барнаула. Наши туристы будут выведены 18 числа в Москву. Люди размещены в гостиницах. Чаще всего это либо та же гостиница, в которой они проживали, либо гостиница где-то в центре за счет туроператора. То есть люди не доплачивают дополнительные деньги. Но в любом случае каждый день пребывания в Китае тоже обходится в определенную сумму. Это уже, естественно, за случай. Напомним, сложная ситуация сложилась из-за долгов туроператора «Жемчужная река» иркутской авиакомпании «Ир Айра». И сейчас вывозить российских туристов будет другой перевозчик, которому, кстати, туроператор тоже должен, но меньшую сумму. По словам Натальи Гордеевой, «Жемчужную реку» уже исключили из единого госреестра туроператоров. Ее клиентам рекомендовано сдать билеты. Людям начали возвращать деньги. По предварительным подсчетам пострадали около 15 тысяч человек, в том числе около 100 алтайских туристов. Многокилометровая пробка сегодня образовалась на одной из федеральных дорог в Алтайском крае. Затор на трассе Барнаубийск произошел из-за ДТП в Троицком районе. Прям резко остановились на перекрестке Клюквенная, Гордеева. Из Бийска машины едут, а мы вот только-только тронулись. После аварии легковой автомобиль стоял прямо поперек дороги. Из-за этого движение превратилось в однополосное с объездом по обочине. За местом ДТП выстроилась целая очередь из грузовых машин, которые рисковали перевернуться. Но движение осложняло не только авария, но и налить на трассе. Чтобы устранить затор, пригнали дорожную технику. Между тем водителям и впредь советуют передвигаться по трассе очень внимательно. В ближайшее время, скорее всего, подорожают продукты питания. Связано это с повышением тарифа на грузоперевозки. Местные водители утверждают, что они уже год работают на уровне самоокупаемости. И вот с сегодняшнего дня в Алтайском крае тариф вырос на 10%. Насколько ощутимо новые тарифы ударят по карманам покупателей, пыталась разобраться. На данный момент в одно желание уже, скажем так, подыскивать какую-то другую сферу деятельности и уходить из этого бизнеса. Алексей Кузнецов едет на собрание грузоперевозчиков. Он и еще десятки водителей встретили, чтобы решить вопрос, как поднять катастрофически низкие зарплаты. Алексей рассказывает, еще 4 года назад он был простым водителем и получал 70 тысяч в месяц. Сегодня он индивидуальный предприниматель, у которого свой парк грузовиков. А его зарплата ровно такая же. Мы работаем ради работы, чтобы оставить своих клиентов и еще хоть что-то заработать. Потому что многие закредитованы, а так как отрасль у нас не получает каких-то реальных заработков, то есть мы сами видите, ездим на каких-то старых машинах, потому что развиваться фактически у нас возможности нет. Настолько тяжелой ситуации в сфере, рассказывают грузоперевозчики, давно не было. Алтайские грузоперевозчики уже год тратят ровно столько, сколько зарабатывают. Причин несколько. Дорогой дизель, который с прошлого года подорожал на 10 рублей. Налоги и ремонт такой махины, которая обходится в копеечку. Ремонт лишь одного грузовика может обходиться до 20 тысяч ежемесячно. И в целом расходы съедают всю выручку. Немаловажная проблема всей сферы – оплата груза только в одну сторону. Но поездка по рожнякам обратно, по условиям работодателей, клиентам не оплачивается. Приходится искать варианты заработка. Нет работы. Надо догрузы просто искоренить. Им надо догрузы – везите транспортные. Все. Понимаешь? Просто их не брать. Понимаешь? Догрузы нас съедают. Чтобы изменить ситуацию на рынке грузоперевозок, водители решили пойти на кардинальные меры – поднять на 10% тариф на транспортные услуги. Новые ставки вступили в силу с сегодняшнего дня. А это значит, что вскоре могут подорожать многие продукты питания. У нас была недавно конференция ежегодная. Наша ассоциация и наш руководитель выступал и говорил о том, что вопрос о повышении тарифов на услуги, он рано или поздно встанет перед каждой транспортной компанией. Все равно, конечно, к этому придется. Может быть, в Алтайском крае это начнется раньше, чем в других регионах. То есть действительно произойдет повышение тарифов. И, конечно, это отразится на своем месте. Алтайские грузоперевозчики уже посчитали, что цена доставки трех тонн молока, к примеру, из Рубцовска в Барнаул вскоре вырастет на 1800 рублей. На рядовых покупателей, на первый взгляд, повышение почти не отразится. Стоимость литра молока вырастет максимум на рубль. Немного, но если учесть, что на рубль вырастут и другие продукты, то можно говорить о подорожании потребительской корзины в целом. Получается, перевозчики, если и поднимут себе зарплату, то за счет опустошения карманов потребителей. Валентина Аскеров, Алексей Фризин. Наши новости. Пассажиры Барнаульского общественного транспорта смогут оплачивать проезд банковской картой. Такая услуга будет доступна уже в начале нового года. Сейчас идея прорабатывается. Банк, который будет оказывать услуги, определят через госзакупки. Отметим, услуга станет удобной, но не самой выгодной. Тариф при расчете банковской карты будет такой же, как за наличную оплату. То есть 23 рубля в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости и 25 рублей в маршрутных такси. Таким образом, горожанам, которые регулярно пользуются общественным транспортом, будет выгоднее приобретать специальные проездные, по которым проезд ниже на 2, а то и 3 рубля. К другим темам. Оклад алтайских учителей может вырасти в правительстве региона, пересматривают систему оплаты труда. Об этом сегодня заявил министр образования и науки края на встрече с журналистами. По словам Максима Костенко, власти заинтересованы в том, чтобы увеличить окладную часть педагогам. Насколько она станет больше, пока неизвестно. Наша задача защитить учителя, сделать окладную часть более значимой, более значительной, с тем, чтобы, как это помните в том фильме, про поросенка, про фунтика, кажется, больше можно, меньше ни-ни. По словам Костенко, в крае пока не созданы условия для того, чтобы молодой педагог шел работать в школу, а не в торговые сети. Министр образования подчеркнул, что сейчас в регионе острая нехватка педагогов в инклюзивные школы психологов, дефектологов, тьютеров. Также на встречу он сообщил, что в ближайшие 4 года в крае откроется 15 детских садов, а в этом и следующем учебном году весь школьный автопарк Алтайского края будет обновлен. Минимум на 8 часов сегодня отключили отопление и горячую воду для жильцов одной из центральных улиц Барнаула. Под ограничение попали 56 многоэтажных домов, 2 школы, 5 детских садов и 3 больницы. На тепловой сети на проспекте Калинина обнаружили дефект. Коммунальщики начали проводить оперативный ремонт, для этого и потребовалось отключение. Как пояснили в БТСК, ограничения должны были ввести еще в выходные, но сроки ремонта решено было перенести на будни. Возобновить подачу тепла и горячей воды обещают в 11 часов вечера. Проблемой сохранения и использования алтайских ленточных боров займется специальная рабочая группа. В нее войдут эксперты в области лесного хозяйства, ученые лесоводы и экологи. Так решили на специальном заседании в Краевом министерстве природных ресурсов. Подробнее в нашем сюжете. Совещание прошло за закрытыми дверями. Слишком жарким было обсуждение. Повод решения министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина перевести ленточные бары в особую категорию лесов, что может повлечь повышение возраста рубки деревьев до 120 лет. Цель – сохранить спелый и перестойный лес. Но лесники опасаются. Это, напротив, навредит как самому лесу, так и лесной промышленности региона. Для простых жителей, не специалистов, без профессионального образования, жителям Алтайского края, то же самое – это картошку собирать в декабре. То есть, ну, поэтому как бы вызвало бурь эмоций. И плюс десятки тысяч жителей Алтайского края, которые живут рядом с этим ленточным бором, работают там, они просто вынуждены будут искать другую работу. По мнению лесников, высаживать новые деревья и защищать лес от пожаров и черных лесорубов станет просто некому. В то же время арендаторы уверяют, звучащие в СМИ обвинения в том, что они массово и незаконно вырубают ленточные бары, безосновательны. Доказательства этого представили на совещании в Минприроды. Прозвучали конкретные цифры, которые констатируют и свидетельствуют о тех фактах, что никаких злоупотреблений, никаких хищеских уничтожений леса на сегодняшний момент нет. Все это бездоказательно, беспочвенно. И лесное хозяйство на самом деле и сегодня эти цифры подтверждает, остается одним из лучших в Российской Федерации. По итогам заседания было решено создать специальную комиссию, в которую войдут работники Минприроды, арендаторы, а также ученые, экологи и другие эксперты. Они оценят с научной точки зрения, насколько повышение возраста рубки обосновано. Результаты работы обещают представить к февралю следующего года. В то же время 17 тысяч работников лесной отрасли края уже направили открытое письмо в адрес министра Дмитрия Кобылкина с просьбой не торопиться с принятием новых правил без учета мнения всех сторон. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В одном из старейших сел края появилась юность. Так называется современный спортивный комплекс, который уже открыл двери для первых посетителей. Торжественный запуск приурочили к юбилею райсцентра. В этом году селу исполнилось 255 лет. Несмотря на то, что объект только запустили, тут же появились проблемы. Кирилл Политов посмотрел, какие. Говоря интернет языком, что-то пошло не так. В самый разгар праздника новенькое покрытие оказалось буквально залитой водой. Из-за ЧП матч волейболистов оказался под угрозой срыва. Как тут же заверили чиновники, проблема вовсе взята не с потолка. Якобы причина в конденсате, который скопился из-за большого количества людей в зале, обещают исправить недоработку. На этом беды волейболистов не закончились. В ответственный момент порвалась сетка. Абсолютно новая. Не выдержал трос. На помощь пришли умельцы. Благо, таких в районе десятки. Привлечением денег федерального, регионального и местного муниципального бюджета мы отремонтировали в Квитмановском районе спортивные залы в селе Дмитратитово, в селе Октябрьском, в селе Семенокрасилово. Изначально на этом месте должен был быть детский сад. Лихие 90-е от идеи не оставили следа. В итоге сами жители проголосовали за строительство спортивного объекта, который был включен в губернаторскую программу 80 на 80. Год ожиданий почти 50 миллионов рублей. И вот она, небеспроблемная юность. Как-то привыкли открывать производственные помещения, фермы, мастерские и так далее. А это для нас очень необычно, очень ново и очень своевременно, будем так говорить. Своевременно не только для нас, для всех жителей, но и для молодежи. Главные хозяева здесь будут футболисты. В небольшом селе бум игры миллионов. Это в городах небывало ажиотаж в секциях начался сразу же после домашнего для страны чемпионата мира. В Кытманово во все времена очередь из мальчишек. Чемпионат мира это просто архи, наверное, какое-то событие для всей страны. Для нас же это, наверное, обычный рядовой день. И мы просто ждали этого праздника. А бума нет, потому что само по себе мальчик в Кытманово. Ну это, наверное, каждый второй идет в футбол. Вместе с футболистами зал поделят волейболисты и баскетболисты. Для них тут уложили вот такой паркет. Дощечка к дощечке. Как сказали спортивные функционеры, такому могут позавидовать даже залы в Варнауле. Родители будущих чемпионов, в свою очередь, пообещали сразу же после открытия залить каток неподалеку, чтобы развитие детей получилось в комплексе. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Ну вот еще один объект изменился до неузнаваемости. Впервые за 50 лет во Дворце культуры поселка Правда Первомайского района провели капитальный ремонт. Средства на возрождение клуба выделили местные власти. Общая стоимость работ 800 тысяч рублей. На эти деньги заменили кровлю и капитально отремонтировали актовый зал. На днях состоялось торжественное открытие Дворца культуры. Сегодня к новенькому ДК стянулось все село. Дети, их родители, конечно, старожилы. Переступили порог совершенно нового Дворца. Трудно поверить, но еще три месяца назад здание было в аварийном состоянии. Находиться здесь было опасно. В любой момент мог рухнуть отсыревший потолок. Очень страшно, потому что был потолок страшный. Думали, что обвалится. На Новый год очень было мало людей. Но нынче, надеемся, что будет очень много. Но ходили. Но ходили, потому что некуда больше ходить было. Сейчас Дворцу не страшны ни ливни, ни ураганы. На своем фундаменте стоит твердо. Художественной самодеятельностью можно заниматься, ничего не опасаясь. Это просто праздник. Краски светлые, яркие. Сцена прекрасно оформлена. Занавес. Ну, все совсем другое. Это действительно сейчас единственное место, где люди могут прийти, пообщаться, попеть песни. Танцы, рукоделие, рисование. В Доме культуры можно выбрать хобби на любой вкус. Правда, проблема с кружком пения нет музыканта. Жители надеются, чтобы в обновленном Доме культуры, наравне со звонкими детскими голосами, раздадутся вскоре и звуки музыки. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Что нужно для яркого и неповторимого празднования Нового года? Угощения, нарядная елка и, самое главное, долгожданные подарки. Причем дарить их порой куда приятнее, чем получать. Как исполнить свои мечты и мечты своих близких, и при этом не остаться на мели, расскажут специалисты. Для того, чтобы грамотно расходовать семейные средства, нужно заранее распределить и продумать покупки. Особенно это касается предновогодних трат. Для тех, кто умеет планировать свой бюджет, мы предлагаем карту «Рассрочка на все». Отличие карты «Рассрочка на все» – выгодные условия. 90 дней без процентов и весьма солидная сумма до 300 тысяч рублей на покупки в любых магазинах. Льготный период по карте «Рассрочка на все» – 90 дней. Вы можете совершить покупки в декабре, а вернуть деньги на карту в конце зимы. После каждого пополнения лимит карты до 300 тысяч рублей возобновляется, и его можно расходовать по вашему усмотрению. Воспользуйтесь выгодным предложением сейчас, чтобы этот Новый год стал незабываемым. Успейте сделать эту зиму еще более волшебной и сказочной с банком «Восточный». И в завершении выпуска о погоде, чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом? Решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В Крае переменная облачность, местами снег, днем до минус 10 ожидается в Бийске и Белокурихе, около 15 градусов мороза, в Аллейске и Рубцовске 18 ниже ноля, в Камне-Наби, в Барнауле ночью 15, днем 13 градусов мороза, без осадков и юго-западный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...